Честно признаю, что эту самоделку, это устройство следовало бы сделать еще давно. Я бы даже сказал очень давно. Но, как известно, лучше поздно, чем никогда. В коробке с различным скарбом был найден отрезок алюминиевой трубы или нечто похожее на трубу. Что это точно не знаю, поэтому внести ясность по этому поводу не могу. Эта штукенция была вся в краске, я ее отмыл и привел в более-менее человеческий вид. Для начала изготовлю крышку. В качестве материала буду использовать дерево породный бук. Давненько, специально для таких целей, была прикуплена разделочная кухонная доска. Отрезаю от этой доски квадратный кусок подходящих размеров и обтачиваю его до круглой формы на токарном станке. Обязательно использую маску с целью снижения количества попадания мелких древесных частиц в органы дыхания. Все никак, никак не обзаведусь респиратором, в связи с чем использую медицинскую маску. Не знаю, может толку от нее, как сказала молока, но вреда, однако, тоже никакого. Выточив переднюю крышку, организовываю ее крепление. Для этого временно ее устанавливаю и размечаю расположение будущих отверстий. Крышка входит достаточно плотно, а поэтому в какой-либо дополнительной фиксации необходимости нет. Сверлю по месту для обеспечения максимальной точности. По моей задумке, крепление будет осуществляться с помощью винтов М2.5, которые будут винчеваться в латунные втулки, которые в свою очередь будут впрессованы в деревянную крышку. Подготавливаю втулки. Латунные втулки мне презентовал один мой очень хороший знакомый. Валерий Иванович, большое вам спасибо. Нарезаю в них резьбу и накрутив каждую на винт, протачиваю до диаметра 4.5 мм. Втулки устанавливаю в отверстие. При этом для надежности наношу небольшое количество быстросохнущей эпоксидной смолы. Хотя применять смолу в принципе было и не обязательно. Втулки я обтачил до такого диаметра, чтобы они очень плотно входили в отверстие. Далее монтирую крышку и фиксирую ее винтами. Зажимаю все в сборе в токарном станке и обтачиваю торец и кромку. Кромку обтачиваю для придания лицевой крышке более оригинального внешнего вида. Согласитесь, закругленная кромка выглядит более привлекательно, чем острая. Определяю местоположение отверстий под органы управления и сверлю отверстия сверлами соответствующих диаметров. Для большей эстетики я крашу древесину женщиновской краской для волос. О том, как это сделать, я рассказывал ранее, буквально через видео, одно видео назад. Краска, я вам скажу, показывает очень на недурные результаты. Особенно после покрытия лаком. Деталь получается похожей чем-то на глазурированную керамическую плитку. Немного усовершенствую классический советский тублер. Мы же самодельщики и призваны вносить рационализаторскую мысль повсеместно. Вот так оно часто и случается. Делаешь, делаешь что-то, не досмотрел, буквально казалось бы какую-то мелочь. А вид, допустим, уже совсем не тот. Вилочка мне в бок. Вот вроде бы классный симпатичный тублер получился, да? Но если присмотреться, видно, что ручка крива, не соосна. И я, главное, пересмотрел все тумблеры, которые у меня есть, такого плана. И на всех та же беда. Вот вам и хваленое советское катство. Мелочь, мелочь, а сильно неприятно. Покончив с тумблером и смирившись с небольшой своей неудачей, я изготовил ярлык из листового алюминия. На вырезанный отрезок я нанес декоративную надпись методом улыбки. Разумеется, фрезеровка смотрелась бы гораздо лучше, но мой ЧПУ пока что в разработке. А посему, приходится довольствоваться теми технологиями, которые доступны. Давно считал и считаю, что любое электронное устройство, а тем более электронная самоделка, не может считаться полноценной без светового индикатора включенного состояния. Этот самый индикатор будет оригинальной конструкцией. Обтачиваю отрезок алюминиевого прута до 6 мм и соответственно нарезаю резьбу М6. Сверлю отверстие диаметром 4 мм, но не насквозь. Затем переворачиваю заготовку и сверлю 3 мм сверло. Для закрепления этого самого держателя обтачиваю стандартную гайку. В итоге получился оригинальный держатель для полупроводникового светоизлучающего прибора, именуемого в народе светодиодом. Последнее чем мне предстоит заняться по отношению к корпусу, так это производством стойки, которая будет удерживать наше самодельное устройство. Я уже не на камеру выточил деревянный блин и осталось выточить алюминиевую шайбу и стойку. Вытачивание шайбы особо ничего интересного из себя не представляет, а вот стойка... Для большей уникальности стойка будет наборной. А именно состоять из трех элементов, двух алюминиевых и одной деревянной. Чтобы проточить деревянную часть я нарезал резьбу в ней самой и соответственно в алюминиевом цилиндрике. Зажимаю в патроне токарного станка и обтачиваю. Продолжение следует... Сразу же выполняю и сборку. Как можно заметить, корпусу наша стойка закрепляется с помощью длинного винта М5 и двух гаек. Уверен, вы уже догадались, что такая конструкция обусловлена не только эстетической, но и практической составляющей. Практичность заключается в обеспечении возможности поворота корпуса на все 360 градусов. На лицевую панель устанавливаю органы управления, а именно тумблер, переменный резистор и держатель светодиода. Для фиксации использую двухкомпонентный клей. Достаточно буквально пару капель. Если по тем или иным причинам понадобится демонтировать тот или иной элемент, достаточно будет просто срезать клей ножом. Заблаговременно был приобретен китайский радиоконструктор. Все на китайском языке, конечно, тем не менее для меня это не помеха. Уверен, что без проблем разберусь. Произвожу монтаж радиокомпонентов. Особо показывать не буду, поскольку это процесс монотонный, однообразный, довольно скучный. И как показывает практика, не очень интересен зритель. Быстренько все спаяю и покажу результат. Разумеется, мне пришлось носить некоторые изменения в существующую схему. Благо, опыт в этом деле какой-никой имеется. К тому же схема не очень сложная, разобраться в ней довольно просто. Спаял все как следует, согласно структурной схеме, бережно хранящейся в моей ясной голове. И устанавливаю все это дело в корпус. Вот такой друг, товарищ, коллега и брат получился. По-моему, очень даже ничего. Оно быстро моргнул подписчикам, единственным красным глазом, красно-алюминиевым глазом. Быстро моргнул. Вообще, поражаюсь сам себя. Почему я не изготовил ранее этот самый усилитель? Ведь звук бы во всех других видео был бы в разы качественней. Ибо ранее я записывал звук непосредственно на камеру, то есть на встроенный микрофон. Входа в этой самой камере для подключения внешнего микрофона нет, поэтому приходилось довольствоваться тем, что есть. Я программно убирал шумы, немного подкручивал высокие и низкие частоты, чтобы звук был более-менее, ну, то бишь, максимально качественен, насколько это возможно. Сейчас же схема выглядит следующим образом. Микрофон, усилитель, линейный вход звуковой карты компьютера. Кстати, пиличка у меня А. Зачет синяя изолента. Это для качества. Все для качества звука. Пиличку надо или покупать, или, может быть, опять сделаем самостоятельно. Все своими руками. Робыш, робыш, как говорят у нас в Украине. Робыш, робыш. Пишите свое мнение в комментариях. Будем общаться. Подписывайтесь на канал. Также приглашаю вас на свою страницу в Инстаграм. Ссылка будет в описании. Там я публикую фотографии текущих проектов. Вы будете получать самую свежайшую информацию о текущей моей трудовой деятельности. Жму руку. До новых встреч, как всегда. Но пасарам. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова